В творчестве Репина В творчестве Репина В картине «Не ждали» Репин ставит своих персонажей ситуацию, подобную узнаванию близкими Христа, который воскрес из мертвых или возвращению блудного сына. Художник создал два похожих полотна. Первая появилась в 1883 году в имении Мартышкина. В этом варианте в дверной проем ходила девушка, которую встречали сестры и мать. Во второй наиболее популярной версии картины из ссылки возвращается молодой человек. Картина стала больше по размеру, изменились персонажи и их количество. На холсте изображена интимная семейная сцена. Привычную обстановку нарушает неожиданное появление юноши, которого семейство, очевидно, считало уже погибшим. На привставшей с креслом матери надето траурное платье. Фигура женщины настолько выразительна, что художник не показывает ее эмоции. На стене виднеется гравюра с изображением Голгофы, фигура матери в траурном чипце, который повторяет округлые очертания изображения, рождает неизбежные ассоциации с Богоматерью. На лицах остальных членов семьи написано глубокое душевное потрясение. Мальчик, сидячий за столом, удивлен и заинтересован, в то время как девочка, ссутулившись, смотрит на гостя с недоверием и испугом. Ее глаза настолько белесо-голубые, что кажется, будто в них нет радужки, только черные точки зрачков. Изображенная сцена словно схвачена на лету, движения всех персонажей замерли и находятся в самом начале развития. Революционер едва перешагнул дверной проем, старушка только пристала с кресла и готова пойти ему навстречу. Жена секунду назад обернулась. Чувство глубокого сомнения читается и при взгляде на главного героя. Репин переписывал его трижды, придавая то героические, то страдающие, то усталый вид и, наконец, остановился на неуверенности. Ощущение неустойчивости помогает сформировать и композиционное решение холста. Он делится на две части, что подчеркивается разным уровнем горизонта и легко прослеживается через перспективу передачи досуг на полу. Изображение юноши написано по длинным углу к плоскости пола, чем остальные фигуры. В картине много света, причем не только дневного, из распахнутых дверей, но и света домашнего очага. Тем мрачнее на таком фоне смотрится фигура вошедшего юноши. Даже одетая в черное домочадцы уступают ему в тональном решении во многом благодаря тому, что зритель находится по их сторону и видит все происходящее их глазами. Замотанный шарф воспринимается как напоминание о висельной веревке, которая еще недавно могла затянуться на его шее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова